Эмоции после него? В этот момент 2-1, им было тяжелее, понятное дело, но в принципе рисунок игры он не поменял, мы дальше так же давили, верили и смогли все-таки забить еще один, но уже потом они грамотно начали обороняться, понятное дело, и встали все уже сзади, и они удерживали счет, и у них это получилось. Просто на себя один мяч отыграли, было ощущение, что сможете додавить, как-то типа 2-2 сделать? Ощущение такое было, не знаю, я думаю, парни, кто были на поле, в это верили, потому что мы, кто на скамейке были, точно уже думали, что шансы есть и сможем додавить. В конце первого тайма в адрес Марината были неприятные выигроки российского характера, как обсудили это в раздевалке, не поддержали. Я не слышал ничего, и в принципе, не знаю, может быть, получается, что-то было, но мы не знаем, в результате ничего даже в этом не было. Хотим все-таки выиграть кубок. В такую погоду, как играется, многие говорят, что в декабре это не для футбола. Понятно, это тяжелее, чем летом, но у всех одни условия, для всех одна и та же погода, поэтому словаться не погода, я не вижу смысла. Сегодня вышло неоднозначное интервью Андрея Ещенко, болельщики по-разному к нему относятся. Вы читали вас? Честно, не читал, не знаю. Я вам про цвет. Андрей, процитата с официального сайта. То, что с некоторыми из болельщиков произошло, потом для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола, мол, футболисты руководства клуба отстойки, только Максима Хармоша. Вы согласны с этими словами? Я промолчу лучше. Ничего не буду отвечать. А напряженные отношения с болельщиками как-то сказываются вообще на внутренний настрой? Вы в команде когда-то переживаете эту ситуацию? Мы в любом случае стараемся играть. Чтобы не кричали, чтобы не относились, мы стараемся играть по максимуму и выкладываемся на поле по максимуму. А думаете, победы могут как-то вернуться в положение болельщиков, удачные игры, такие как сегодня? Я надеюсь, что сможем вернуть вере и остальное. А сегодня чувствуешь, что уже лучше может быть поддерживать или больше? Да, чувствуется на каждой игре на самом деле поддержка, поэтому всегда слышим. Но на свист, наверное, не обращайте внимания или обращайте все-таки? Ну, бывают такие моменты в игре, когда ты полностью сконцентрирован на игре, и ты, бывает, даже и хороший, и плохой, ничего не слышишь. Ну, по-разному. Ну, в АДС Бесноков продолжают скандировать. Вы что бы ответили тем фанатам отеца команды, отеца своего? Может быть, стоит перестать уже? В целом, Лакматев сегодня удивил, под чем-то? Да, Лакматев хорошая команда, на самом деле. Они не всегда так играют. Всегда пас-пас. Поэтому, в принципе, мы ожидали, что такая игра будет. Когда поняли, что победа уже в кармане, может, после какого-то пенальти? После финального совска. Смолов сегодня провел не лучший матч, да вот момент 100% не забил пенальти. Помогло, наверное, выиграть. Неудача физика. Естественно, в игре бывает и удача, и неудача. Всегда бывает удача на чьей-то стороне, а чьей-то неудача. Поэтому сегодня удача была на нашей стороне. Сегодня вы вышли в футбол-круппу в поддержку своих партнеров, когда вы влечили травм, еще была идея, когда решили, что... Да общая идея, все и поговорили, решили идти. Куда их дели опять же этих? Не знаю. Пока не знаю, они видно. А, отправили в Рим, да? Пока еще не дошло, я думаю. А Смолов пошел бить пенальти после того, как промахнулся поворотом по плане с метра. Вы бы смогли после того, как промахнулся, забить пенальти сразу с уверенностью и пробить? Ногу, так сказать. Забил бы я или не забил. Будет ситуация, посмотрим. Во-первых, я бы не пошел бить пенальти. Вот, вот. О чем и вопрос. Я не пенальтист, поэтому я бы не пошел за пенальти. А, вы бы выяснится. А еще один вопрос. Как вы думаете, болельщики, они по одному убегают? Это может быть потому, что они не могут все вместе выбежать так, как было в чемпионском сезоне? Я не знаю. В чемпионском сезоне вроде и разрешили выбежать. Сейчас не разрешаю. Это может быть пенальтист. Я не могу. Я не знаю. Я не могу. Я не знаю. Я не могу. Я не знаю.